Привет, друзья, меня зовут Олег Герт, я коммерческий иллюстратор. В этом видеоролике я покажу вам, как я рисовал вот эту простенькую иллюстрацию. Эта иллюстрация на самом деле делалась как вариант другой иллюстрации. Видеоролик вы можете посмотреть у меня на канале. А здесь тоже самый персонаж, только несколько в другой технике, упрощенной. Я начал рисовать в отдельном слое такую основу. Я использовал здесь свои собственные кисти. Они имеют такой шероховатый край, где немножко стилизовал персонажа, сделал его более гротескным. То есть использовал такие более-менее прямые линии, чтобы несколько упростить самого персонажа. Я использовал ластик с точно такой же формой кисти, такими шероховатыми краями. И уже там начал прорисовывать определенные детали. То есть я фактически как бы рисовал ластиком. И следующий этап рисования, один из моих самых любимых. Делаем объем. Здесь я использую тоже свои собственные кисти, но несколько другие. Они состоятся от таких маленьких точечек. Видеоролик «Как делать свои собственные кисти» есть на моем канале. Ссылка должна появиться вон там. Или вы можете купить мои кисти по ссылке в описании к этому видео. Там будет группа ВКонтакте, где вы можете мне написать. Я поставил эту форму кисти как на ластик, так и на саму кисть. Я начал рисовать объем у моего персонажа. Делаю это следующим образом. Я делаю в этом слое, где собираюсь рисовать маску слоя. Выбираю нужную мне кисть, делаю черным цветом и начинаю рисовать. Маска слоя позволяет мне не портить мой силуэт, мою основу, когда я делаю объем. Этой техникой я пользуюсь уже очень много лет. Она мне очень нравится. Кстати, друзья, наверняка вы на моем канале видели видеоролики, где я разбираю ошибки начинающих иллюстраторов. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша работа, ваша иллюстрация попала в такой видеоролик, где я мог бы показать вам какие-то ошибки, которые вы там допустили, присылайте мне вашу иллюстрацию на разбор. Информация, куда высылать, будет в описании к этому видео. Когда я закончил рисовать затемненные участки, я делаю еще один слой поверх того слоя, где я рисовал, используя клиппинг-маск, начинаю рисовать уже освещенные участки. Здесь я использую тоже свою кисть, но другую. Она с таким немножко шероховатым краем, чтобы не отличался стиль рисования, скажем так, от основного. Но здесь уже такая кисть используется не точками. Я прохожу по всем освещенным участкам у персонажа. Да, друзья, не забывайте ставить лайки, если вам нравится это видео, и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Делаю еще один слой, и я сделаю этот слой немножко с затемнением. То есть я беру оттенок, несколько темнее основного, и прохожу по каким-то местам, где падают тени, чтобы сделать немножко более выпуклым и объемным этого персонажа. В отдельном слое с использованием клиппинг-маск я крашу гриву у единорога. Также в отдельных слоях я добавляю цвета глазу, добавляю какие-то блики практически белым цветом на гриве. И в конце я решил добавить таких вот деталей, почеркушек, скажем так, от карандаша. И в отдельном слое нарисовал такие линии, и получилось так, что персонаж как будто бы разрисован, или немножко смазан, то есть такой интересный эффект. И вот такой единорог получился в итоге. Надеюсь, вам понравилось это короткое видео, если да, ставьте лайки, и до встречи в следующих видео. Пока!